привет всем вы на канале позитивный огород сегодня я хочу поделиться с вами одним великолепным способом борьбы с пожелтением пера лука вот на этих двух грядках посажен услуг китайским способом ссылку на видео посадки я вам оставлю в описании такой вот он сейчас уже нарос а неделю назад все перо сверху было желтым можно заметить что сейчас некоторые перышки они ведь и желтые хотя вот из серединки лук отрастает уже хорошим здоровым пером такие две грядочки что я сделал обычное зеленое удобрение 1 литр добавляем 10 литров воды и проливаем вот в эту нашу борозду заранее мы перед поливом именно зеленым удобрением проливаем все водой чтобы у нас была влажная почва а затем уже проливаем зеленым удобрением желательно конечно сделать вот такую подкормку так сказать два или три раза то есть пролили один раз затем через два дня еще раз ну и чтобы закрепить результат можно и третий раз пролить как бы вреда от этого не будет потому что до этого лук был пожелтел у нас стояла очень такая сухая погода затем у нас пришли холода и видно это как-то сказалось на луке вот сейчас после именно такой подкормки зеленым удобрением в ней очень много азота перо начал активно отрастать и она такого тоже хорошего зеленого цвета с пройду вам покажу немножко так лук такие вот уже начала формироваться немножко так луковичка здесь везде разный лук поэтому китайский способ может кому-то будет интересно именно посажен китайским способом если у вас нет зеленого удобрения можно заменить его нашатырным спиртом аммиаком берем две столовых ложки нашатырного спирта и разводим в 10 литрах воды и также проливаем желательно конечно проливать именно в такую борозду если вы посадили таким же китайским способом но если нет то подливаем просто по заранее пролитой почве чтобы почва у нас была влажная либо после дождя что очень удобно вот такие маленькие советики сейчас вторую грядочку тоже покажу конечно некоторые перышки остались немножко желтоватый но от этого как бы не уйти если у него было такое пожелтение но уже из центра отрастают такие здоровые перья некоторые ведь и немножко подсохшие но вот я повторюсь у нас было жарко очень очень жарко 30 градусов сухо я так думаю что еще смотрите у нас ведь здесь луковичка старая на немножко все таки разлагается гниет наверное это тоже как-то привлекает может каких-то вредителей или просто оказывает какое-то такое влияние поэтому так вот немножко с луком была большая такая проблема но сейчас я думаю что все будет хорошо но всем тем кому видео было полезным подписывайтесь на канал заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всего самого самого доброго